Историческое знакомство англичан с Русью произошло в 1553 году, когда британский король Эдуард VI направил экспедицию из трех кораблей на поиск альтернативного пути в Индию, через Северный Ледовитый океан. Не учтя ряд параметров, мореплаватели не смогли выполнить эту миссию, два судна разбились о скалы, зато третья под началом капитана Ченслера вместо теплого пряного берега достигла сурового побережья неизвестной, им Московии. С этого момента можно вести отсчет многолетнего сотрудничества между Англией и Русью, сопровождавшегося модным взаимовлиянием в разных сферах жизни. Налаживание торговых отношений способствовало проникновению в Англию, московского меха, который во все века отличался высоким качеством и большим разнообразием. Делая оптовые закупки на ярмарке в Новгороде, британские купцы привозили в Лондон широкий ассортимент пушнины, состоявший из шкур горностаев и куниц, черноборых лисиц и песцов, белок и бобров, и, конечно же, бесподобных соболей. Русские меха пользовались большой популярностью в Британии, их можно рассмотреть на портретах знаменитостей, написанных художником Гальбейном. Королева Анна Болейн, сэр Том Готсилф, утопист Томас Мор и другие персонажи его полотен облачены в костюмы с модной меховой отделкой. Все эти люди однозначно принадлежали к привилегированному сословию, поскольку в Англии существовал закон, ограничивающий ношение дорогостоящей одежды, строго регламентировавший фасон, цвет и стоимость облачения для каждого класса. Большим любителем русского золота был король Генрих VIII, который в первый же год своего восшествия на престол дал бал, на который все придворные обязаны были прийти в русских костюмах с меховой отделкой. Из Руси помимо меха англичане вывозили добываемую на Кольском полуострове русскую слюду, из которой делали самые высококачественные по тем временам стекла. Называя этот минерал «московским стеклом», модные британцы стеклили им окна домов, окошки карет и уличные фонари, поскольку материал хорошо переносил перепад температур и не деформировался. Благодаря налаживанию торговых связей на британский стол попали изысканные рыбные деликатесы из Руси. Осетрина, белуга, стерлить, севрюга пленили вкус чопорных аристократов, чья прислуга активно разрабатывала рецепты приготовления блюд из этих продуктов. Наряду с благородной рыбой англичане завезли домой черную икру, которая до сих пор не вышла из кулинарной моды. Работавший в Москве врач Коллинс различал два вида икры – черную осетровую и темно-серую белужью. Кстати, последнюю он именовал в своих записках армянской, поскольку ее первыми изготовителями были армяне, и именно под таким названием она была известна в Англии в XVII веке. Вместе с рыбными новинками англичане познакомились с экзотическим для них провиантом – топленым маслом, которое стоило так дорого, что полакомиться им могли только очень обеспеченные люди. Высокая цена на «русское масло», как его именовали в Британии, была обусловлена технологией производства, при которой выход готовой продукции был весьма мал. Изготавливалось оно из перетопленных в печи сливок, которые затем отстаивались, чтобы было легче удалить вершки и осадок. Только чистая от всяких примесей маслянистая середина была пригодна для дальнейшей обработки, ее сбивали специальной спиральной палочкой и три раза промывали под холодной ключевой водой. Доставляемое на британский рынок в глиняных горшочках топленое масло вошло не только в рацион, но и во фразеологию англичан, где выражение «он ест русское масло» является синонимом слова «богач». Постоянные контакты с Русью не могли не сказаться на английском лексиконе, куда проникли заимствованные русские слова, например, «стерлит», «стерлить», «сэбрл», «соболь», «копек», «копейка».